Добрый день, дорогие мои зрители, подписчики, всем здравствуйте, я приветствую вас на своём канале. Ну что, давно уже я выложила все видео о своей поездке в Ленинградскую область, но не отпускает меня, по-прежнему не отпускает. Я разбираю, перебираю видео, не поднимается рука, удалить какие-то видео с телефона, особенно то, что связано с морем. Поэтому что-то я нахожу, то, что тогда в попыхах не выложила, не опубликовала, что называется, на YouTube, не заметила просто тогда. И сейчас вот нахожу такие кадры, возможно, в чём-то они где-то уже мелькали, повторятся я. Просто, понимаете, когда ты отдыхаешь, скажем так, да, ты куда-то ходишь, приходишь домой, потом болтаешь, сидишь, пьёшь чай, там кофе. И ещё при этом выкладывать видео, ну, это надо, это я оставила на ночь, эту загрузку, и озвучивала вот так вот, как бы, быстро-быстро. И, возможно, Аня, канал «Самозанятая мама», с которым мы вместе ездили в Калининградскую область, она поступила правильно. Она выкладывала по мере возможностей и сейчас постепенно-постепенно выкладывает. Я старалась, мне как-то почему-то кажется, что надо выкладывать видео в режиме онлайн. В смысле, допустим, если я сейчас в отпуске, да, то, значит, я должна сейчас эти видео и выкладывать. Мне кажется, это интереснее или правильнее, я не знаю. Но сейчас я понимаю, что, наверное, Аня сделала правильно, она спокойно выкладывает. Хотя я тоже, конечно же, всё это делала достаточно добросовестно, скажем так. Единственное, у меня не было возможности тогда стабилизировать видео. Вот, и я иногда их выкладывала без стабилизации. Но, если бы я тогда их не выкладывала, у меня просто забился бы телефон. У меня не было с собой, как у Ани, там, запасной карты памяти. И карта памяти у меня не настолько большая, которая в телефоне стоит. И поэтому, если бы я не выкладывала видео, у меня бы просто телефон, он просто задохнулся бы от видео и фото. Мы же сейчас фото снимали. Вот, и поэтому я вот сейчас уже разбирая, что-то где-то могу найти то, что не выложено было. И я всё-таки выкладываю эти видео, ну, хотя бы потому, что вспоминаю лишний раз эти прекрасные дни, которые мы провели в Калининградской области, в Зеленоградске в частности. Очень люблю этот городок. Меня многие спрашивали и спрашивают, вот, когда едут туда, уже знаешь, я там была. И когда мы с Аней тоже ехали, Аня не знала, куда мы едем. Мы ехали первый раз, и я вот, она тоже не знала Светлогорск, Зеленоградск. Вот, я тогда ей сказала, ну, в смысле, меня спрашивают о том, что больше нравится, какой город больше нравится, Зеленоградск или Светлогорск, где лучше остановиться, куда лучше поехать, если мало дней. Вот, и я, не знаю, я не хочу навязывать кому-то своё мнение, свои ощущения, свои привязанности, там, симпатии к какому-то городу. Мне больше нравится Зеленоградск, и поэтому мы поехали туда, в смысле, и оттуда ездили в Светлогорск. Ну, я Ане предложила, я говорю, ну, ты выбирай, мне, в принципе, всё равно. Я была и там, и там. Хочешь, до последнего у меня был заказан Светлогорск гостиница, и до последнего я не могла выбрать, куда Аню лучше отвезти, чтобы ей впечатления были самые приятные. И в итоге решила всё, наверное, финансово всё-таки сторона, потому что, и ещё пандемия, потому что в Светлогорск у нас был заказан отель. Отель довольно большой, а в Зеленоградске квартира. Ну, вы понимаете, что сейчас, конечно, лучше в большие отели не суваться. И потом он был дороже, чем квартира в Зеленоградске, и это, собственно, всё решило. Но я рада, что так получилось. Ане тоже понравился Зеленоградск, я так понимаю, больше, потому что я ей тогда сказала, Ань, если тебе нужен спокойный отдых, вот, прогуляться, там, посидеть у моря, это однозначно Зеленоградск, я всем это вам говорю, если вам хочется просто отдохнуть душой, посидеть на берегу моря нормально, посидеть вот так вот в тишине, в пустоте даже иногда, когда никого нет, если вам хочется спокойного такого-то городка, где вот жизнь такая небурлящая, курортная, то это, конечно, Зеленоградск. А если же вот такого сочистого, как я говорю, от слова Сочи, да, хочется вот такого драйва и движухи, вот, и немножко в чём-то даже помпезности, то это Светлогорск. Да, это Светлогорск. Потом, в Светлогорске сейчас практически нет пляжей. Ну, мы были в то время, когда мы, конечно, не собирались купаться, но всё равно, и вот там эти волнорезы стоят, там эту набережную, в общем, не знаю, мне берег, пляж, променад, вот всё, больше нравится в Зеленоградске. Но это лично моё мнение, я никому его не навязываю. Вот поэтому я выложила, выкладываю это видео, потому что, ну, наверное, уже ностальгия, прошло-то там всего ничего, меньше месяца, но вот, ну, нравится мне. Вот я не могу объяснить, что есть там такого, что туда тянет. Мы туда первый раз были в Зеленоградске, вообще в Калининградской области, с подругой мы, нам, честно говоря, сначала Калининград не очень понравился. Мы ехали туда и слышали до этого отзывы, все в восторге, все в восторге, мы приехали, так ходим по городу. А первый раз мы были в Калининграде две недели, и оттуда уже ездили в поездки по разным городам. Это неправильно, я потом поняла. Надо жить где-то у моря, чтобы вот ощутить отдых на самом деле и прочувствовать вот эту вот атмосферу этих мест. И вот мы провели там две недели, и когда ехали домой, так, ну, тебе как? Да что ты как-то, ну, как-то так? А тебе? Ну, и мне как-то так. Так, в общем, мы обсудили, как-то и не поняли тогда, что же такого есть, что люди так, как бы, восхищаются этим. Ну, ну да, ну, как-то бывало, бывали, ну, более красивые города бывали. Ну, в общем, мы приехали в Москву, и где-то вот примерно как раз вот через месяц-два я вдруг поняла, что я очень скучаю. Вот мне стало сниться это море, вот честно, вот буквально, вот мне стало сниться Балтийское море. Мне, я стала во сне ходить по улицам Калининграда. Я не знаю, что это случилось, и я думаю, что-то может это, в мозгу что-то. Я говорю этой женщине, с кем я ездила, я говорю, слушай, вот так и так, ты знаешь, у меня тоже, то же самое, вот, ну, как говорится, не отпускает, вот не отпускает. И вот так с тех пор не отпускает меня эта часть суши, которая называется Балтийским побережьем. И вот я очень благодарна Ане за то, что в этом году она поехала со мной, потому что у нас в семье произошло, произошли события, которые помешали нам поехать в августе. К сожалению, произошли такие события, и мы не поехали, у нас всё уже было билеты, всё было рассчитано, запланировано, но, знаете, в жизни бывают такие моменты, которых, к счастью, мы не планируем, и, к сожалению, которые происходят. Поэтому поездка отложилась, отменилась, билеты мы сдали, и всё, я уже думала, что я в этом году туда не попаду. Это уже было понятно, я стала рассматривать какие-то другие направления, более такие, ну, что ли, побюджетнее, и такие покороче на 5-6 дней, чтобы поближе это всё, как-то так, чтобы я туда одна могла, если что, так, поехать. Ну да, и рассматривала, есть места, куда бы я ещё хотела, конечно, поехать. Я уже практически взяла эту путёвку, и тогда я уже должна была идти за путёвкой, я вдруг поняла, что я хочу увидеть море. И то, куда я планировала, там не было моря. Это был Тазань, Мариэл, вот эта часть. Я поняла, что я не знаю, и тут вот мы что-то поговорили с Аней, Аня планировала поехать в Сочи. Ну, в Сочи там, разнавшись, что-то там у них эти QR-коды, я не знаю, что-то вообще не получилось там, какая-то вот эта пандемическая обстановка, обстановка непонятная, я уже не помню, что там было, вот. И я ей говорю, слушай, а вот как ты относишься вот к этому? Ну, конечно, это не Сочи, я понимала, что это не Сочи, что как бы не тот климат. Ну, она говорит, ой, ты знаешь, я туда давно хочу, и как бы вот не получалось, но так как у неё не было сохранпаспорта, а у меня он есть, и я сказала, что я поеду поездом, ну, мне так как-то удобнее, я люблю поездами ездить, вот. Ну, а без огранпаспорта она поездом ехать не могла, и не успела бы его сделать, надо было срочно покупать билеты, если мы вообще хотели уехать, потому что с билетами плохо, особенно на поезд, вот. И вот так мы и поехали. Я поездом, она самолетом. И обратно так же, она самолетом, я поездом. Она улетела на день раньше, потому что в этот день, на второе число, на поезд уже не было нормальных нижних мест. А ехать на верхней полке или на бутровушке, что-то мне не хотелось. И вот я взяла на день позже. И вот так вот мы и съездили в эту поездку. И я очень надеюсь, что Ане понравилось, и что, может быть, когда-нибудь еще мы туда съездим. И вот опять меня не отпускает, как каждый раз, когда мы приезжаем оттуда, уже третья моя поездка туда, и каждый раз меня не отпускает. Это я еще не все успела Ане показать. Мы не успели поехать на Куршскую косу. Точнее, мы успевали по времени туда поехать, но по силам, знаете, вот эта беготня, туда-сюда бегом-бегом, один день в Солнечном городе, потом еще на косу. Ну да, Аня права, она стала, знаешь, тяжело. Давай просто погуляем по Зеленоградску. Мы так и сделали. И был прекрасный день, когда мы спокойно в таком лайтовом режиме мы просто погуляли, посидели в кафе, погуляли по берегу моря, походили по магазинчикам, вот, и ничего не снимали. И как-то вот действительно прочувствовали этот отдых, это место, это море. Вот, и поэтому я просто делюсь с вами впечатлениями. У меня не было возможности поделиться ими в прошлых видео. Я рассказывала вам о поездке, о каких-то достопримечательностях. Я всегда это делаю. Мне кажется, что все-таки надо, конечно, кроме своих размышлений еще и дать какую-то информацию о том или ином месте, полезную информацию. Ну и вот сейчас уже в этом видео я решила просто поговорить, такую болталку записать, ну и, конечно же, показать вам те кадры, которые меня не отпускают. Вернее, не кадры не отпускают, кадры тех мест, которые меня не отпускают. Ну, собственно говоря, наверное, на этом мое болтание, моя болтология заканчивается. И не хочу долго занимать ваше внимание, но если у вас когда-нибудь станет выбор ехать к Ленинградской области или не ехать, даже не думайте. Конечно же, ехать. Это очень красивые места. Это такие атмосферные какие-то места. И несмотря на то, что там до сих пор чувствуется, что это не совсем Россия, а все-таки на России всего несколько десятилетий, то даже несмотря на это, а может быть, именно благодаря этому там такая атмосфера. Это какая-то такая мини-заграница, но в то же время это Россия. Поэтому я всем советую туда обязательно съездить. И если вас тоже так же заденет, затронет сердце, как это случилось со мной, то я буду рада, и мне будет приятно, что я приложила к этому немножечко свою руку и немножечко своих видео. Ну, а теперь всем всего самого-самого доброго. До свидания. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем до свидания. Всем до встречи. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok